как по вашему дальше пойдет мобилизация вы уже сказали что на дальнем востоке вербовка продолжается заключенных вагнеровские эти подразделения да вообще заключенные в россии это такой бесконечный какой-то ресурс для пригожина мы видим как они просто пачками там мрут под бахмутом другими городами лежат просто их тела десятками десятками в полях но набирают еще и еще это бесконечный процесс какой-то да пока бесконечный пока бесконечный к сожалению по нашим данным с июля завербовано 35 тысяч заключенных эти данные подтверждает косвенно сам всен потому что по данным федеральной службы исполнения наказания сейчас на 23 тысячи меньше сидит народу чем сидела в начале войны но это не чистая математика потому что 35 пошли воевать а сколько там еще посадили вот поэтому эта разница как раз и получается вот считайте 35 ушло значит 23 у было соответственно примерно 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 12 тысяч у них еще есть свеженьких запасов до свеженьких запасов совсем вновь поступивших который ни разу еще никто не вербовал но и сибирь урал и на дальний восток они только-только пришли они конечно будут чесать еще то есть то есть сейчас в россии чуть больше чем 400 тысяч заключенных восемь процентов женщины она почти полмиллиона до 8 процентов женщины ну наверное 100 тысяч это уже совсем пожилые и инвалиды все остальное можно брать и к сожалению мы все чаще и чаще получаем письма из женских зон помогите устроиться в чувакова из женских и женских и думаешь послышалось хорошо и женских это вообще возможно что что женщин тоже будут брать на войну мне кажется возможно все здесь возможно все но меня поражает что находятся добровольцы это женщины которые сидят я понимаю что хочется вырваться из тюрьмы но война не лучшее место куда можно вырваться мне кажется тем более для женщины я не понимаю но не знаю возможно ли государственная мобилизация в тюрьмах колониях местах лишения свободы когда уже не только пригожин там его компания уже в само государство подключится к мобилизации заключенных это будет обязательно чем мы ждем это со дня на день обязательно это будет потому что совсем недавно был принят закон о том что призыву вооруженной силы подлежат люди судимости включая действующую судимость это означает что будут брать не только судимых будут брать людей в лагерях кстати говоря об этом все время говорил пригожин когда он приезжал в сильно он как знал и на самом деле до в ближайшую мобилизацию я думаю что на очень скоро начнется частично не частичная причастичная перед частичная конечно начнут зуб конечно да тяжело это все звучит вот еще такой мировоззренческий вопрос что ли российская власть она много времени культивировала среди населения в россии такой безразличность политики уже немного об этом говорил иметь гражданскую позицию это вообще было опасно на ваш взгляд как насколько глубоко это повлияло на общественное настроение в россии мы же видим как люди стараются или не замечать войну или или поддерживают и если уже их прямо спрашивает да каков сейчас уровень разобщенности вот среди населения в россии и можно ли это как-то вылечить что ли ну знаете суд как раз пример это многих других стран показывают что вылечить можно но они это поколение это поколение все то есть я думаю что самое самое молодые с кем можно связываться ходят сейчас в начальные классы это в общем туда где уже пришла пропаганда где уже есть эти чудовищные уроки ненависти и так далее и так далее вылечить можно нужно иметь дело с совсем юным поколением разобщенность конечно она культивировалась каждый за себя каждый за себя когда нет никаких гарантий нет же никаких никаких ни одно же поколение в россии еще не выросла чтобы оставить наследство такого еще не было то есть каждый каждый следующее поколение начинает все сначала а предыдущие теряет все и так было всегда я участвовала с цивильными заручниками с мирными граждан украины которые были пленены в марте по всей украине на оккупированных территориях с виктория андруша из черниговской области которая приехала в берлин она рассказывала о своих беседах собственно с вахрой с теми кто их охранял она слушала какие у него там как он ей жаловался что у него кредиты что него ипотека что зарплата маленькая я говорила иди работай иди работай ты руками можешь сделать головой а вот там это будет удивительно это удивительно люди не умеют не хотят не знают как приумножать себя до свое хозяйство вот ну то что свойственно очень сильно украинцам она удивлялась как это так а вот так это еще ни одно поколение русских людей не оставила наследство просто не оставила и я не оставлю вот 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 так и как ты живешь в общем одним днем когда ты не думаешь о будущем потому что его для тебя не существует в любом случае у тебя нет привычки думать о будущем хорошо у тебя есть генная память что все кончится крахом и ты будешь старый беззубый никому не нужный нищий больной и так далее так далее никто тебя не спасет не поможет то то конечно ведь что такое политика что такое выборы что такое в россии выборов то не было ни разу честных это все равно ты думай о будущем это мечта хорошим будущем а нет привычки верить в будущее нет повода